Привет, друзья! Ну что, продолжается сезон заготовок на зиму. Сегодня для вас я приготовлю невероятно вкусный салат из помидоров, болгарским перцем и репчатым луком. Салат готовится просто, получается вкусно. Приготовьте и порадуйте всех своих друзей, гостей и домочадцев. Все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Для начала подготовим помидоры. Берем помидоры, желательно брать помидоры из сливки и разрезаем помидоры на небольшие кусочки. Вырезаем плодоножку. Помидоры я подготовила и поместила их в большую чашку. Берем болгарский перец, его можно взять любого цвета, разрезаем на две части и нарезаем средними полукольцами. Болгарский перец готов. Берем репчатый лук двух сортов, это салатный и обычный репчатый и нарезаем кольцами. Лук готов. Берем острый горький перец, нарезаем тонкими колечками. Сразу скажу, что нарезайте по своему вкусу. При желании можно удалять семена. И мелко нарезаем зелень укропа и петрушки. В этот салат также можно добавить кинзу, но это по желанию. Ну вот зелень я подготовила. Берем чеснок и нарезаем тонкими пластинами. Далее в помидоры добавляем репчатый лук, болгарский перец, острый перец и чеснок, растительное масло, соль. И все очень хорошо перемешиваем, чтобы все овощи соединились. И сейчас добавляем много-много зелени. Сразу скажу, что соль добавляйте еще по своему вкусу. Еще раз все перемешиваем и отставляем салат на 30-40 минут, чтобы он хорошо постоял и дал нам сок. Итак, овощи простояли 40 минут. Я их несколько раз перемешивала. Берем банки. Банки я всегда предварительно стерилизую. Стерилизую в духовке при температуре 150 градусов примерно 10 минут. А крышки кипячу. Многие мне говорят, зачем вы делаете двойную работу и стерилизуете банки. Сразу объясню. Вся консервация у меня хранится при комнатной температуре. И поэтому я всегда не рискую, а стерилизую. В каждую банку я добавляю по одному лавровому листику. И примерно по 5-6 штук перец горошком. И начинаем банки заполнять овощами. Заполняйте как можно плотнее, потому что при стерилизации овощи у вас немного осядут. Баночки я хорошо и плотно заполнила овощами. И соком заливаю, оставшимся соком заливаю банки. Сверху я добавлю по пол чайной ложки сахара. Прикрываю крышками. И отправляю стерилизоваться. Берем кастрюлю. На дно кастрюли помещаем плотенце или салфетку. Наливаем теплой воды. Обязательно теплой, для того, чтобы банки у вас не лопнулись. Ставим банки. И стерилизуем с момента закипания воды в кастрюле 30 минут. Стерилизуем 700 граммовые банки. Прошло 30 минут. Банки у меня готовы. И сейчас в каждую банку я добавляю по 1 чайной ложке 9% уксуса. Добавляем во вторую банку. Плотно, герметично закрываем банки. Закрытые банки переворачиваем вверх дном, укрываем пледом и оставляем до полного остывания. Такая консервация очень хорошо хранится всю зиму при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт приготовления вот такого вкусного салата из помидоров с болгарским перцем и луком, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал, ссылка находится под видео, вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне и все у вас получится. Всем очень вкусных и очень аппетитных заготовок на зиму. Готовьте с любовью, всем пока-пока.